САМАРСКАЯ СРЕДА В Самару пришли рождественские морозы. Что обязаны сделать работодатели, чтобы их сотрудники не мерзли на работе? Как в экстремальных погодных условиях должны соблюдаться требования по охране труда? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо, что пришли в студию. Добрый вечер. Ну и давайте начнем с чего? Вот в Самару пришли рождественские морозы. Событие понятное и событие как бы с одной стороны долгожданное, с другой стороны оно усложняет нашу жизнь. Есть профессии, представителям которых приходится, они обязаны работать на улице даже в мороз. Вот с точки зрения закона. А есть такое понятие экстремально низкая температура? Ну конечно, температура, в которых работать, так скажем, некомфортно, которая негативным образом влияет на здоровье работников, она, конечно, у нас является низкой, зачастую и экстремально низкой. Как у нас в этом году, у нас местами температура доходила до 40 градусов, что, в принципе, нашему климатическому поясу не совсем свойственно. Исходя из этого, работодателям в обязательном порядке нужно учитывать не только профессии, вида работ, и оборудование, с которым работают работники, ну и условия труда. Морозы тоже относятся к условиям труда, которые тоже необходимо в обязательном порядке взять на учет. Ну да, я предлагаю сейчас в начале программы посмотреть сюжет. Вот он как раз касается того, как работает вот в условиях экстремально низких температур транспортная система. Ну и, собственно, там видно, как вынуждены работать и люди, которые сейчас там трудятся. Потому что кто-то едет, а кто-то должен их обслужить, чтобы они, соответственно, доехали. Давайте посмотрим и продолжим беседу. Зайти в салон трамвая перед рейсом, проверить работу отопительных систем, воздуховодов и дверей. Такая сезонная задача стоит перед слесарями и электриками трамвайно-троллейбусного управления. В случае выявления неисправности необходимо быстро ее устранить. Ведь если не работает одна печь, не будут функционировать и другие. За два морозных дня Александр Суслов восстановил подачу отопления в нескольких вагонах, заменив 10 печей и тенов. Двери открываются, и холод резко заходит. Из-за этого печки не справляются. Вагон целый день ездит на линии, и печки работают постоянно. Вот холод откроется, а вот печка, не дай бог, вот насчет сырости. Вода может попасть туда на ней. Завкнет, и все. Все делаем в порядок. Жем на линию. Транспорт отправляется на линию в 5 утра. Чтобы он в достаточной степени прогревался, специалисты трудятся круглосуточно. С учетом сложившейся ситуации бригады, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом, усилены. Для проверок вагонов и быстрого устранения неисправностей в самарских троллейбусных и трамвайных депо привлекли дополнительных сотрудников. В шести депо, в три трамвайных и три троллейбусов, обслуживание подвижного состава, 72 человека занимаются в общей сложности. Руководители трамвайных, особенно депо, выходят и в утренние часы, с пяти часов они находятся на выпуске для того, чтобы выпустить на улицы города теплые трамваи и троллейбусы. Кроме того, при необходимости специалисты ТТУ приводят в порядок пантографы. В условиях экстремально низких температур требуется это нередко. Повышенное внимание уделяется работе тяговых подстанций. Контроль за текущими работами, выпуском подвижного состава на линию и соблюдением графика непрерывный. Предприятие старается оперативно реагировать на обращения и замечания, на которые указывают пассажиры и власти города и области. Жители города отмечают, что комфортнее находиться в новых вагонах. В новых, конечно, как-то уютнее, заходить там удобнее. Но на случай того, что старые тоже выручают. Ничего, комфортно. Мы приспособлены, пенсионеры развиваются тепло. На базе предприятия, выполняющего автобусные перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, подготовке к рейсам также уделяется повышенное внимание. На усиленный режим работы перешли и здесь. Теперь ремонтный цех работает круглосуточно. Машины перед рейсом прогревают раньше, за час-полтора, чтобы первые пассажиры садились в теплый транспорт. Используют и специальный состав топлива, который выдерживает очень низкие температуры. Заливают во все машины его по максимуму, чтобы водители не экономили его для работы печек в салоне. Сейчас действительно не время, чтобы экономить ни на топливе, ни на чем-либо. У нас заливается полный бак, и чтобы, опять же, хватало топлива на весь рейс. Специальное зимнее топливо, которое замерзает только при температуре 40 градусов. При всех этих мерах транспортные предприятия не забывают и о самой главной задаче. Машины должны выходить в рейс согласно расписанию без задержек. У нас с 9-го числа, когда пошли рабочие дни, весь транспорт перешел на режим работы именно рабочего дня. У нас традиционно выходные выпуск все-таки ниже, но вот сейчас мы вернулись к тем значениям, которые были и до Нового года. Принятые меры помогли в выполнении первостепенных задач. И даже в сильные морозы городские транспортные службы доставляют людей домой на работу и по делам. Экипажи дополнительно проинструктированы. Кондукторов нацелили на то, чтобы с пониманием относились к форс-мажорным ситуациям и никого не высаживали, например, когда транспортная карта не сработала. Дмитрий Владимирович, ну вот мы посмотрели сюжет. То есть очевидно и понятно, что есть профессии, люди, которые этим занимаются, обязаны работать на улице вот даже при экстремально низких температурах. То есть водители, механики. Я сегодня, когда ехал на программу, видел дворников, которые очищали там автобусные остановки. То есть на самом деле, несмотря на, с утра было практически минус 30, они работают. То есть я правильно понимаю, что работа на открытом воздухе при экстремально низких температурах, она все равно на самом деле разрешена. Потому что, ну, есть профессии, без которых просто не обойтись. Ну, совершенно верно. А сложности работы, в частности, как мы сюжет видели, представители общественного транспорта, нам еще сказал классика Михаил Фанасьевич Булгаков. Помните, как кот Бегемот сказал, что хуже этой работы мало что есть, да? Ну, это, конечно, немного юмора мы пытаемся добавить. Есть действительно профессии, без которых нам не обойтись в принципе. Это те же самые представители специальных служб, пожарная, полиция, врачи скорой помощи, от них тоже нам никуда не уйти, дворники, представители транспорта. Есть, конечно, у нас методические рекомендации, в которых говорится о том, что при температурах выше 30 градусов не рекомендуется организовывать работы на открытом воздухе. Но все мы живем в реальных условиях, поэтому не всегда это удается соблюсти. Поэтому работодателю необходимо в данном случае принять сразу комплекс мер для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. Экстремальные температуры могут привести, во-первых, к несчастным случаям на производстве. Тут у нас фактор и обморожения, и получения травм в том числе, но могут и привести к внешне не столь заметным последствиям. Я говорю в данном случае о профессиональных заболеваниях. Когда человек очень много лет работает в экстремально низких температурах или экстремально высоких температурах, это в обязательном образом по прошествии времени скажется, во-первых, на кожных покровах, на суставах в том числе, на общем состоянии организма. Поэтому работодателю учитывать это нужно в обязательном порядке. Ну, а вариантов мер тут у нас с вами довольно большое количество. Ну, во-первых, это сокращение времени нахождения на открытом воздухе, чтобы, ну, допустим, 8-часовой рабочий день, как у нас у большинства работников, да, то есть не все 8 часов, конечно же, работник должен находиться на открытом воздухе. Нужно предусмотреть в обязательном порядке помещение для обогрева, куда человек может зайти и обогреться. То есть там необходимо предусмотреть, соответственно, где он может и руки погреть, и умыться в том числе. Если он одет в какую-то массивную спецодежду, соответственно, он должен раздеться на период обогрева, собственно, чтобы одежда могла прогреться в данном случае. Хорошо предусмотреть там тепленький, горячий чай в том числе. Ну, это не единственное, собственно говоря, чем может работодатель обеспечить своих работников. В обязательном порядке в данном случае необходимо предусмотреть выдачу спецодежды. Спецодежда, она в данном случае будет решать большинство проблем. Потому что у нас существует не только обычные спецовки, которые мы чаще всего видим, у нас существует и спецодежда, которая специально предназначена для районов Крайнего Севера. У меня самого был как-то опыт ношения такой спецодежды в экстремально низких температурах. Ну и действительно, в специальной одежде, которую предусмотрим для арктического сезона, я при температуре минус 45 градусов, я чувствую себя довольно-таки комфортно. То есть она работает на самом деле, вот вы на себе это проверили. Однозначно работает, и при этом современные технологии приводят к тому, что это не просто какие-то там огромные шубы, бушлаты, в которых практически невозможно двигаться. Современные технологии развиваются до такой степени, что вот эта спецодежда, она не стесняет движения, ее не очень много весит. Это, кстати, я вспомнил, знаете, такую поговорку, по-моему, как раз вот на севере говорят, что не бывает слишком большого мороза, бывает одежда, неподходящая вот для этого сезона, для этого климата. Совершенно верно. То есть оденься так, как нужно, и жить будет немножко легче. Совершенно верно. Ну и, конечно, нужно учитывать не только температуру, но и многие другие факторы. Это, в частности, ветрозащита. Потому что даже при температуре 0 градусов зачастую при сильном ветре, при высокой влажности вполне себе можно получить обморожение. Поэтому работодателям нужно и этот фактор учитывать. Ну и, конечно, чем занимается работник. Если работники работают довольно интенсивно физически, то есть мы должны понимать, что они, скорее всего, будут потеть. И чтобы им нигде не поддувало в том числе. То есть должны быть специальные на рукавах специальные устройства, не допускающие поддувания. То же самое на ногах. Ну и, конечно, поясница в процессе работы ни в коем случае не оголялась, потому что это тоже может привести к негативным последствиям. Очень серьезное внимание работодателям также рекомендуется уделять самим работникам, которые будут у вас работать в этих условиях. То есть мы должны понимать, что это не несовершеннолетние люди однозначно. Это не люди, имеющие, соответственно, серьезные проблемы со здоровьем, которые не должны допускаться к этим видам работ. У нас существует порядок прохождения медицинских осмотров. 29-й приказ Минтруда Министерства здравоохранения Российской Федерации. И пункт 4.7. Среди вредных факторов подразумевает параметры охлаждающего климата, температура, влажность, скорость движения воздуха. То есть эти работники, которые работают в этих условиях, должны в обязательном порядке проходить предварительные медицинские осмотры. То есть перед выходом на работу? Нет, это перед трудоустройством. Перед трудоустройством, так? Да, для того, чтобы понять, вообще, может ли этот человек работать по данной профессии. Может, у него серьезные проблемы, и при первом же похолодании, собственно, при первом же рабочем дне у него наступит серьезное ухудшение здоровья, которое скажется на его, собственно, дальнейшей жизни. Ну и, конечно, работодателю тоже в плюс ни в коем случае не пойдет. Помимо предварительных, предусмотрены еще раз, два года периодические медосмотры. Они проводятся с целью контроля за здоровьем работника. То есть врачи на протяженном периоде, они как раз и смотрят, как именно сказалась эта данная работа на состоянии здоровья человека. Отразилась она в негативную сторону или не отразилась. Если она не отразилась, то, соответственно, они его допускают в дальнейшем к проведению самостоятельных работ. Если же отразилась, то тогда дают рекомендации, соответственно, и чтобы работодатель не допускал такого работника больше к подобному виду работы. Ну и, конечно, обучение. Работники должны быть обучены. Работодатель, конечно, может сделать с своей стороны все, что угодно. Но если работник сам не заботится о собственной жизни, о собственном здоровье, то тогда проку от этого будет мало. Я всегда говорю, что охрана труда – это тесная связка. Вот за руку идут работник и работодатель, и влияние их 50 на 50. Работодатель обеспечивает условия, но если работник не заинтересован в том, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы соблюдать требования безопасности, ну, пожалуй, что все, какие бы ни были титанические усилия работодателя, они будут тщетные. Поэтому тоже не следует ни в коем случае не забывать про периодическое обучение. Ну, и поскольку у нас сами те же самые экстремальные температуры, они у нас не постоянно, напоминать работников в процессе специального, отдельного, целевого инструктажа о том, что, как вести себя на работах вот при особых условиях – повышенная температура, пониженная ли температура – тоже необходимо с определенной периодичностью. Тут еще какая ведь ситуация. Экстремальные погодные условия, если их брать вот в целом, это далеко не только мороз. Ну, вот уже этой зимой мы дважды видели и пережили ледяной дождь. Вот, как по мне, может быть, даже ледяной дождь хуже, чем сильный мороз. Мое личное оценочное суждение, во всяком случае, у меня было такое впечатление. На что имеет право работник в этой ситуации? И что обязан делать работодатель в этой ситуации? Ну, здесь больших отличий от температуры с точки зрения действия работодателя мы не увидим. Единственное, на что хотелось обратить внимание, у нас, как, помните, в известном художественном фильме советском, говорили, что статистика очень важная у нас и, соответственно, очень точная наука. Да. И вот, как показывает наша статистика, а мы ведем учет всех несчастных случаев, которые происходят на территории города Самары, то вот как раз случаев обморожения за последние годы мы, к славу Богу, не фиксируем на именно рабочем месте. Да. А вот как раз случаев подскальзывания, падения, в результате как раз обледенения, гололеда мы фиксируем, ну, и довольно большое количество. В 21-м году это было 4 случая, в 22-м году это тоже 4 случая. Это именно на работе? Именно на рабочем месте. Потому что вы этим занимаетесь? Бытовые мы не учитываем. Это вот то, что как раз человек находился на рабочем месте и получил травму из-за, соответственно, выполнения. Да, то есть он не просто подскользнулся, он подскользнулся и он травмировался. Да, совершенно верно, да. И, соответственно, последствия у него были как минимум тяжелые, потому что у нас легкие несчастные случаи, у нас расследуют работодателям самостоятельно, ну, и, как правило, они в статистику не идут. То есть это серьезные последствия, это переломы, это сотрясение мозга и прочие такие серьезные последствия, которые впоследствии, опять-таки, могут сказаться на состоянии здоровья в дальнейшем у работника. И, к сожалению, этот год тоже не стал исключением, уже на новогодних каникулах у нас тоже зафиксирован один несчастный случай, когда причиной как раз стало то, что у нас погода резко изменилась. Если помните, перед новым годом у нас температура была довольно-таки не холодная, такая теплая относительно была. И вот работник исполнял обязанности охранник, когда он шел на смену, а им, кстати, работодатель обеспечил специальной обувью с противоскользящими элементами. И, соответственно, работник не ожидал о том, что в конце смены может так сильно упасть за это время температура. На смену она шла в обычные обуви, возвращалась уже, противоголюбные средства не одела, поскользнулась, упала, и последствия довольно-таки серьезные. Ну, то есть, по сути дела, это вот как раз та ситуация, о которой вы говорили, когда работник сам, ну, не позаботился о себе, потому что работодатель его обеспечил, противоскользящую обувь, я правильно понимаю, но она, в данном случае, я так понимаю, речь шла о женщине, она просто об этом не подумала там уж, почему нельзя, ну, а как бы он же тоже не может же, директор, условно говоря, своего работника, выводить под руку с рабочего места и напоминать ему, ты, пожалуйста, не забудь сделать все, что необходимо. А, кстати, вот что обязан сделать работодатель вот тогда в этой ситуации, ну, вот когда такие экстремальные погодные условия, то есть, я так понимаю, есть определенные меры, которые вот он обязан, определенные шаги, которые он обязан сделать. Конечно, и всегда работодатель начинает с самых, что называется, глобальных, то есть, опять, если он понимает, что у него есть территория, на этой территории может образоваться лед, наледь, соответственно, который станет опасным фактором доработника. И убрать ее невозможно, потому что ледяной дождь это такая вещь, которая падает и тут же замерзает, это вот, ну, ты с ним ничего не сделаешь. Первое, с чего мы начнем, это попытаться, конечно, убрать. Если есть такая возможность, тут у нас работник коммунальных служб, работник дворника, да, и то есть, обработка специальными составами. Дальше, если это неэффективно, то есть, мы должны, соответственно, опережать, потому что у нас уже второй год используется риск, ориентированный подход, то есть, мы должны учитывать все возможные потенциальные риски, которые могут только образоваться на рабочем месте. То есть, не реагируем на несчастный случай, когда он уже произошел, а уже на шаг впереди мы идем. Поэтому мы дальше, соответственно, развиваем мысль и думаем, что же еще нас может спасти. Это, конечно, спецодежда вот с специальными накладками на обувь. А тут вариантов на рынке у нас, на самом деле, огромное количество. И это специальные накладки, это специальные ботинки уже со встроенными шипами. Они очень напоминают зимнюю резину. Вот как она вот есть, с шипами есть. Есть специальные подошвы, которые являются, в принципе, не скользящими. Ну, не 100% не скользящими, но значительно уменьшают риск подскальзывания на этой поверхности в том числе. Нужно, опять-таки, думать о том, соответственно, учитывать, кто у вас персонал, кто это работники. Соответственно, если у вас бабушка-божий одуванчик, да, который там проблемы с давлением, то есть она даже в нормальных условиях тяжело передвигается, то тогда, наверное, стоит подумать о том, чтобы в этот день постараться на рабочем месте ее не допускать. Потому что, ну, вот полностью справиться с такими явлениями природы, полностью оградить от всех опасностей. Никакими техническими средствами мы практически, к сожалению, не можем. Поэтому здесь как раз и играет свою роль организационные моменты. В том числе, вот, недопущение данных работников. То есть, в принципе, по большому счету, вот, с точки зрения работодателя, даже если не брать в моральную сторону вопрос, а даже чисто правовую, ну, вот реально ему проще два дня, чтобы эта бабушка или там пожилая женщина не ходила на работу и каким-то образом с ней договориться и решить этот вопрос, чем, не дай бог, она упадет, и потом, ну, это большие проблемы, если я правильно понимаю. Ну, конечно, любой несчастный случай, помимо того, что причиняет негативные последствия самому работнику, он, конечно, влечет за собой негативные последствия для самого работодателя. В том числе и внеплановый проверка стороны контрольных органов. Ну, конечно, все мы люди, все мы понимаем о том, что от несчастного случая никто не застрахован. Но опять пристальное внимание стороны контрольных служб, оно будет. Ну, и, конечно, не забываем о том, что со стороны социального фонда взносы тоже из-за того, что в вашей организации произошло несчастный случай на производстве, будут уже значительно более высокими, потому что у нас социальный фонд, он как раз у нас и занимается выплатами по больничному листу. Ну, а по сути социальный фонд – это большая страховая компания, только государственная, которая, так же, как вот мы при ДТП, да, когда у нас происходит ДТП, у нас с вами повышающий коэффициент включается. Похожий механизм какой-то существует и вот при страховании работников. А мы все, напоминаю, с вами застрахованы. Когда работодатель делает для нас отчисление, раньше это называлось фонд социального страхования, теперь они у нас реформировались в социальный фонд, то, соответственно, он делает тоже отчисление за то, чтобы мы получили соответствующую защиту и компенсацию вреда, полученного в том числе в рамках несчастного случая на производстве. Вот это, кстати, интересная деталь, я об этом, кстати, спасибо не знал. То есть получается, по сути дела, несчастное случное производство в любом случае финансово влияет на предприятие. Ну, конечно, обязательно влияет. Это обязательный порядок. Да, ну и кроме того, не забываем о том, что работник, если, опять же, роботодатия грубейшим образом нарушает требования трудового законодательства, ставит в опасность жизнь и здоровье самого работника, может подать в суд и взыскать с роботодатия причиненный ему ущерб. Причем не только физически, но в отдельных случаях и моральный тоже. Ну да, это, соответственно, в любом случае даже там, ну это суд. Ну, конечно. Это суд. Снегопад, как он влияет на организацию работы? Мы вот как бы пока больших снегопадов не видели, но, тем не менее, снегопады уже были. Да, снегопад тот же фактор, который влияет в том числе и на способность добраться работников до рабочего места. Да, ну, я думаю, что особенно автомобилисты фиксируют, что как только начинается даже небольшой снегопад, пробки у нас возрастают практически в два раза. Соответственно, мы должны учитывать при организации рабочего процесса. То есть, опять же, учитывать, что если у вас какое-то непрерывное производство, если вы представитель какой-то службы, без которой город в принципе не может обойтись, соответственно, хорошо бы в данном случае предусмотреть доставку работников транспортом предприятия. Потому что, ну, все мы люди, все может случиться в том числе с нами и по дороге. Кстати, существует распространенный миф по поводу того, что час до работы, час после работы считается несчастным случаем на производстве. И нам очень часто звонят по поводу этого вопроса и говорят, что вот я на работу ехал на своей машине, вот со мной случилось, и работодатель не хочет расследовать несчастный случай. Такая норма действительно была в ГЗОТе. Он уже 20 лет как утратил силу. В настоящее время у нас такой нормы не существует. Только если несчастный случай произошел в процессе деятельности, которая была в интересах работодателя, либо работодатель поручает эту работу. Либо же доставка производится транспортным предприятием. А, вот так вот тоже. То есть, если ты едешь на служебной машине, это уже другая история? Это уже другая у нас история идет. Как у меня коллеги шутят, говорят, вот сделал шаг из автобуса, отпустил ручку, и уже бытовая травма будет считаться. Ну, вот такая вот ситуация у нас есть. Что мы можем еще касательно снегопадов? Не забываем о том, что у нас под снегом таится опасность. Опасность – это гололед. У нас, когда лед виден, люди стараются ходить очень аккуратно. Когда выпал снег, все очень сильно радуются. У нас вообще как-то позитивное настроение становится, когда снег выпадает. И мы совершенно не обращаем внимания на то, что под снегом может как раз находиться гололед. Что касается людей, которые работают, представители рабочих профессий, которые работают на открытом воздухе, которые работают в строительной сфере, дворники в том числе. Не забываем о том, что у них, они могут насыпаться гробом ходить. Соответственно, обувь у них должна быть высокая. То есть колпана, то есть на тех же самых и на штанах, и на куртках в том числе, чтобы снег не попадал. Потому что это тоже может привести к тому, что переохлаждение места может наступить, которое тоже может привести к очень негативным последствиям для состояния здоровья работника. Ну и опять фактор переохлаждения. Снег-то у нас обычно не лето выйдет, поэтому в том числе холода. Ну а про холода мы с вами уже обеседуем. Подробно поговорили. Дмитрий Владимирович, если несчастный случай все же произошел, и вот это произошло на фоне, ну скажем так, экстремальных погодных условий, как-то это влияет на расследование? Или это обычная история? Ну на самопорядок расследования у нас это не сильно влияет, потому что это обычный несчастный случай. Но при этом мы должны учитывать, в каких обстоятельствах это произошло. У нас существует отдельный порядок расследования, точнее порядок оформления несчастного случая, если речь идет о последствии ликвидации ЧС. Существует специальная форма акта именно по последствиям ликвидации ЧС. Ну а снегопады у нас в определенных ситуациях, когда снега действительно огромное количество, тоже могут быть отнесены. И если на территории данные вводятся режим ЧС, то тогда могут отнесены к режиму ЧС. Я хотел бы напомнить нашим работодателям, что в принципе любой несчастный случай подлежит у нас с вами расследованию. С этого года у нас еще и микротравма расследуется. Как по отдельному порядку существует, скрывать несчастный случай ни в коем случае не рекомендуется, потому что за это предусмотрена отдельная ответственность. Ну а чаще всего про несчастный случай все равно тем или иным представителям контрольных служб все равно становится известно. Либо сами работники об этом сообщают, либо неравнодушный гражданин, имеющий смартфон, выкладывает это в популярные социальные сети. Отсюда мы узнаем. Средства массовой информации тоже замечательно работают. Ну и кроме того, даже те же самые скорые, они в обязательном порядке сообщают о любом несчастном случае, который происходит на рабочем месте. Что касается порядка самого расследования, то у нас в прошлом году уже, в 22-м году, с 1 сентября, изменился порядок расследования несчастного случая. Новый приказ у нас теперь уже Минтруд издал. Из самого актуального, то что раньше у нас ДТП расследовались исключительно комиссии работодателя. Ну, кстати, вот зимний период у нас тоже очень опасен в плане ДТП. ДТП начинает происходить все чаще и чаще, головолед на дороге в том числе. Поэтому еще раз напоминаю нашим работодателям о том, что если раньше любые ДТП расследовались в внутренней комиссии работодателя, то есть сами внутри себя собирали комиссию, сами все оформляли, отправляли в ФСС, то теперь мы ДТП расследуем по общему порядку. То есть в зависимости от степени тяжести. Легкие мы несчастные случаи расследуем в своей внутренней комиссии, тяжелые и смертельные, соответственно, расследуют у нас с вами с привлечением сторонних организаций, контрольных и надзорных в том числе. В частности, это представители Минтруда Самарской области, далее это Госинспекция труда Самарской области, которая будет возглавлять, председательствовать по расследованию несчастных случаев. Далее в обязательном порядке включается представитель органов местного самоуправления, то есть городской администрации, кстати, многие у нас работодатели, к сожалению, путают, и пытаются включить туда представители районной администрации города. Это неправильно, потому что у нас во всех несчастных случаях, тяжелых и смертельных, у нас участвуют и могут участвовать только представители городской администрации, районные не участвуют. Также в обязательном порядке у нас включается фонд социального страхования, точнее, теперь социальный фонд, который стал преемником, которые будут производить выплаты, все, которые причитаться будут пострадавшей стороне. Ну и профсоюз по социальным партнерству мы с вами тоже ни в коем случае не забываем, и даже если в организации нет профсоюза, это не значит, что профсоюз извещать не надо, не значит, что они не будут защищать права работника, который получил травму на производстве. Они в той же мере будут его защищать. То есть мы все эти органы в обязательном порядке извещаем, при том, что сделать это нужно в течение суток. То есть один календарный день мы должны с вами это сделать, поэтому ни в коем случае забывать нельзя. Если вы, дорогие работодатели, растерялись, мы не знаем, как поступить, не знаем, кому позвонить, кого известить, то в обязательном порядке у нас работает отдел охраны труда администрации города Самары, который специально создан для того, чтобы оказывать методическую помощь. Как лучше организовать работы, в том числе в холодное время года, мы вам все подробно расскажем. Кстати, на сайте администрации города есть специальный раздел, в котором размещены специальные методические пособия. Практически на все случаи жизни кратенькая выжимка, что нужно делать, соответственно, там есть. То же самое есть в социальных сетях, то есть незапрещенных, разрешенных, это все у нас есть. Поэтому звоните, пожалуйста, нам, на все вопросы обязательно ответим. К сожалению, время программы подошло к концу. Надеюсь, что несчастных случаев не будет, ну или хотя бы будет поменьше. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова